МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прощай, школа! Для выпускников района прозвенели последние звонки. Сегодня день российского предпринимательства. В районном Доме культуры в рамках его празднования руководство района подготовило консультации специалистов и праздничную программу. Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск в студии Анны Смирнова и обо всем по порядку. На территории Богучанского района установилась сухая ветреная погода, что способствует быстрому распространению огня в лесу. С 18 мая на территории района действует режим повышенной готовности. Главам сельсоветов рекомендовано завершить противопожарное обустройство населенных пунктов, организовать патрулирование лесной и береговой зоны вблизи поселков, вести разъяснительную работу с населением. В опасный период жителям стоит воздержаться от разведения костров в лесу. В первый день недели главы поселений встретились на очередной планерке, чтобы обсудить актуальные вопросы. Среди наиболее важных тем летний отдых и проведение военно-полевых сборов на базе лагеря отдыха «Березка». В начале планерки то, что актуально для всех – это информация об оперативной обстановке в районе за минувшую неделю. 22 мая в поселке Осиновый мыс в час 15 произошло аварийное отключение фидера 12107 из-за того, что была сбита опора электропередач. Отключены 70 жилых домов, потому что где-то 2 человека, школа, больница, 4 водобашки, 2 котельные. Электроснабжение восстановлено в 6.15. Лесные пожары – одна из самых актуальных проблем лета. С начала года на территории района произошло 24 лесных пожара на площади 1071 гектар. За минувшую неделю добавилось еще 3, причем один подошел к поселку Осиновый мыс в 10-километровую зону. В территории Бакучанского района действует режим повышенной готовности. За прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Пожар в населенных пунктах. 20 мая в поселке Красногоревский в 3.25 по улице Набережная 11 заверялся двухквартирный дом. В 3.39 пожар ликвидирован. Причина – короткое замыкание электропроводки. Еще один пожар произошел в Бакучанах по улице Набережная. Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Пострадал 4-летний ребенок с диагнозом отравления продуктами горения, поступил в реанимацию. С 15 по 19 июня на базе лагеря отдыха «Березка» пройдут традиционные военно-полевые сборы старшеклассников. В них примут участие 158 подростков со всего района. Затем 1 июля заезд отдыхающих. В этом году будет одна смена. К отдыху детворы почти все готово. Желающих отдохнуть много. Министерство образования поменяло стоимость путевки на буквально дней 7 назад. Мы составили дополнительное соглашение. В связи с тем, они это мотивировали тем, что стоимость продуктов возросла. На сегодняшний день стоимость путевки составляет 15 156 рублей. Это полная стоимость. Родители оплачивают 4500 рублей. То есть каждый родитель оплачивает. 50 путевок через соцзащиту распространяется. Это путевки, которые предоставляются бесплатно детям. Но мы понимаем, какой категории детей эти путевки достанутся. На сегодняшний день количество заявлений превышает количество путевок. Поэтому идет квотирование по школам. Особое внимание в подготовке и проведении летнего отдыха детей уделяется детям из малообеспеченных семей и опекаемых. Также и вопросу их трудовой занятости на лето. Евгения Шабринко, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». Сегодня отмечается День российского предпринимателя. Невозможно представить современную жизнь общества без предпринимательской деятельности. Предприниматели делают нашу жизнь более комфортной и удобной. Профессиональный праздник руководство района организовало для предпринимателей района торжество с вручением благодарственных писем и концертов. Ну а также все они люди деловые и привыкли проводить время с пользой. Перед началом торжества была организована консультация специалистов, с которыми предприниматели взаимодействуют по работе. В Богучанском районе для предпринимателей широкие возможности. Район перспективный, инвестиционный. Существует немало государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня в районе работает 1215 предпринимателей и более 700 предприятий. И все они когда-то только мечтали завести собственное дело. Богучанский район территория перспективного развития экономики. Несмотря на кризис продолжается работа по реализации крупных инвестиционных проектов. Сегодня район в ожидании запуска Богучанского алюминиевого завода. Одного из крупнейших в России, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием. Лесозаготовительное предприятие «Краслесинвест» провело пробное лесопиление и находится на финишной прямой. Глядя на масштабы и объемы заготовленной уже древесины, иначе как лесоперерабатывающим гигантом его и не назовешь. Один из крупнейших инфраструктурных объектов в Восточной Сибири – это нефтепроводку «Юмба-Тайшет». Его строительство рассчитано на краткий срок и идет по графику. На 2016 год намечен запуск первой очереди. С реализацией этих объектов в районе и в крае начнется совершенно новый виток экономического развития. Но немыслимо представить экономику района без развития предпринимательской деятельности. Не случайно сегодня государство делает ставку на развитие малого бизнеса и разрабатывает для его поддержки различные программы и законы. Основная отрасль Бугучанского района – лесная. Были годы рассвета, затем спад производства. Сегодня в лесной отрасли можно стабильно работать и развиваться. Николаю Горбачеву, руководителю предприятия «Горлесмит», удалось создать крепкое, стабильное предприятие. Начинались транспортных перевозок, затем перешли на лесозаготовки. Со временем увеличивали объемы, штат и улучшали качество продукции. На этом месте еще 8 лет назад было чистое поле. Сегодня – производственная база, где кипит работа. Основное направление сбыта – Китай. Есть и трудности в работе, как, например, со скачком доллара. Тем не менее, каждый год, последние 3-4 года, стараемся обновлять технику. Два года подряд покупаем КАМАЗы. Мы понимаем, что импортная техника по качеству и по производительности получше, чем собираем из клама старый или где-то покупаем бэушный. Купили два импортных погрузчика, купили бульдозер Шантуй, который 3 года отработал без особых таких замечаний. Производительность, понятно, труда увеличивается. По работе определенную помощь, конечно, оказывает администрация района по решению любых вопросов, начиная, скажем, от аренды и заканчивая отстаиванием наших интересов на любом совещании, то есть на любом уровне. Поддержка от района, конечно, чувствуется. Мы в прошлом году получили субсидии 2 миллиона. Да, это существенная поддержка, тем более, что она как раз нам была дана в то время, когда перед началом сезона эти деньги были необходимы. Да, мы ее пустили там на поднятие зарплаты, на обновление техники. Когда случилась беда в Хакасии, предприятие «Горлесмет» откликнулось одним из первых и больше всех отправило древесины. Багучанский район – территория интенсивного строительства, и это широкое поле деятельности для предпринимателей. Идея такая пришла в 1999 году. Наше предприятие «Альфа» существует с этого момента. Ну и начали мы работу именно с бюджетом. Школы, библиотеки, детские сады и все, что с этим связано. Нового строительства, как сейчас ведется, очень мало. Мы в основном занимаемся ремонтом объектов бюджетной сферы. Благодаря, конечно, технической поддержке, информационной поддержке нашей районной администрации, очень много она дает, конечно, лично для нас, как для предпринимателей. Потому что информация в связи с тем, что постоянно меняются законы, законы меняются очень часто, федеральные законы. И именно благодаря информации нашей администрации, конечно, мы сведущи вообще во всех. Изначально начинались конкурсы в одной форме, сейчас идут аукционы в электронном виде. То есть, если, допустим, надо, вот необходимо какую-то консультацию получить, администрация всегда. Сельское хозяйство открывает предпринимателям широкие возможности. Их открыл для своего фермерского хозяйства и предприниматель Юрий Гацко. Работает пять лет и всего добился сам. Увы, трудностей здесь немало и работа очень тяжелая. Далеко не каждому по силу. Юрий Гацко занимается своим любимым делом и планов у него много. Здесь будет коровник вообще, а там комплекс построен на тысячу голов. С Каннска надо возить зерно сюда, здесь перерабатывать. Договорился, есть, как же она называется-то, комплекс для приготовления жидкого корма. Стоит 200 тысяч, рассчитан на 300 голов. Юрий Гацко привык рассчитывать только на себя. Однако помощь государства была бы кстати, ведь на реализацию планов нужны деньги. И можно было бы построить свинарник на тысячу голов, купить технику. Тогда и предприятие будет стабильным и прибыльным, и людям работать комфортнее. Такие программы по поддержке предпринимателей у государства, конечно, есть. Важно только найти для себя подходящий вариант. В этом предпринимателям готова помочь районная администрация. Несмотря на трудности с бюджетом и районом, и краевым, и федеральным, программы по поддержке малого бизнеса не сворачиваются. Наоборот, рассматриваются возможности увеличения финансирования по данным программам. Мы в нашем районе тоже такие программы принимаем. К сожалению, хочу сказать, что наш малый бизнес пока не очень активно в них участвует, не очень активно делает какие-то свои предложения, интересные проекты, на которые мы могли бы использовать и свой ресурс, и краевой ресурс, может быть, даже федеральный. Тут нужна дополнительная какая-то инициатива со стороны предпринимателей. Возможно, они, скажем так, полностью полагаются на свои силы и считают, что государство им может только вставлять палки в колеса. Но это совершенно не так. Есть много предприятий, которые получили помощь и от района, и от края. И это является таким весомым вкладом их в финансовое благополучие. Призываю всех предпринимателей активно развивать свой бизнес, обращаться, если возникают проблемы. У районной администрации, у главы района достаточно такой большой ресурс для решения вопросов и на краевом, и, думаю, даже на федеральном уровне. Обращайтесь, мы всем готовы помочь. Найти поддержку предпринимателей могут и в центре занятости. Многие так и сделали, и сейчас успешно реализуют свои проекты. К примеру, Виктория Локтюшина купила профессиональное оборудование и открыла пошивочную мастерскую. Трудно было, конечно. Я составляла бизнес-план самостоятельно, без всяких помощи. Только что вот подсказки центра занятости с девчонками вместе. В течение пяти месяцев я составляла. Вот составила. Они мне помогли, отправили. Все. Сначала была ошибка, потом мы исправили эти ошибки. Одобрили все. Сказали, процент очень хороший. Качество там сделано было хорошо. Предложение. Но на эти деньги я купила машинку швейную. Это как электронную. Светлана Землянская начала собственное дело, к которому уже давно лежала душа. Открыла салон красоты. Такая идея зародилась. Помог центру занятости. Свои наличные средства были. Но как это сделать, все вот как-то не улаживалось в голове сначала. С помощью центра занятости написали бизнес-план. Ну, я даже не ожидала, что это будет на грант. Я думала, ну что, какую-то субсидию дадут или что-то для развития. Ну, выиграли грант. Оксана Фолина выбрала для своего бизнеса не менее актуальную идею – кормить людей. И открыла столовую у Оксаны. Сейчас сюда ходят не только приезжие, но и местные. Кормят здесь очень вкусно и недорого. Воплотить идею и заняться любимым делом ей также помогли в центре занятости. Приоритетными направлениями при предоставлении финансовой помощи безработным гражданам являются такие виды деятельности, как общественное питание, предоставление бытовых услуг, сбор и заготовка дикоросов, транспортные услуги, сельскохозяйственная деятельность и другие. Безработным гражданам, изъявившим желание получить услугу по содействию самозанятости, оказывается помощь в информировании, оказывается финансовая помощь в написании бизнес-плана, предоставлении и подготовке документации. Оказывается, помощь желающие даже могут пройти, то есть помощь в ведении, на организацию ведения собственного дела. Светлана Наймушина сначала работала продавцом, затем решила открыть магазин, и все получилось. Десять лет я уже как в торговле работала, и поняла, что это мое, и решила открыть свое дело. И вот уже работаю два с половиной года. Мне нравится, как бы никто не жалуется, покупатели вроде довольны. Государству нужны люди, способные развивать экономику, платить налоги, создавать рабочие места. Предприниматели нужны обществу, так как создают комфортные условия жизни. Предприниматель – человек созидающий, создающий. Предприниматели – люди волевые и энергичные, способные рисковать, преодолевать трудности, мыслить нестандартно. И чем больше предприимчивых и активных людей, тем быстрее наша жизнь меняется к лучшему. Далее в эфире проект нашей телекомпании совместно с управлением образования под названием «Спасибо деду за победу», посвященный 70-летию Великой Победы. Я Решетень Кристина, учусь в 7-м классе Токучевской школы. Мой прадедушка Рыжков Степан Устинович был призван на войну в 1941 году из города Новосибирска. При взятии Кенигсберга получил тяжелые ранения. Долго лежал в госпитале. Дошел до Берлина в 1945 году в звании капитана. Имеет много орденов и наград. Спасибо моему деду за победу! Прервемся на небольшой блок рекламы. Она не будет долгой. Вернемся через несколько минут. Будет интересно. Оставайтесь с нами. Детский карнавал отдельно стоящих предметов, мебельных композиций для любых помещений, а также офисная и мягкая мебель эконом-класса, разнообразный дизайн, широкая цветовая гамма, все возможные варианты отделки и неизменно высокое качество по низким ценам. Все это мебель от лучших российских компаний. Уфа мебель, Давито мебель и другие. Бесплатная доставка, беспроцентная рассрочка, оплата по карте. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка на все 10%. Магазин «Наш Дом», улица Джапаридзе, 7М. Телефон 333-50. Мы ждем вас! Сибирский фонд сбережений представляет сберегательную программу «РЕНТА». Выгодно разместите свои сбережения на 6, 9 или 12 месяцев с возможностью пополнения и получайте ежемесячно до 24% годовых. Личные сбережения застрахованы. Гарантия резервного фонда и СРО. Сибирский фонд сбережений. 23 мая в Богучанском районе прозвучали последние школьные звонки. По традиции мероприятия прошли в торжественной обстановке. Наша съемочная группа наблюдала, как все происходило. В это волнительное и радостное утро погода не оправдала ожиданий. Впервые за несколько лет, в такой торжественный день, природа показала свой каприз. Однако, несмотря на непогоду, праздничная линейка состоялась на открытом воздухе. В центре внимания ребята, для которых сегодня в последний раз прозвенит школьный звонок. Ребята все допущены к экзаменам, к итоговой аттестации, ребята у нас очень хорошие. Я надеюсь, что все они сдадут государственную итоговую аттестацию, все получат аттестаты. Мы надеемся, что четыре отличника, которых мы планируем в этом году выпустить, достойно сдадут экзамены и подтвердят свои результаты, и получат медали за особые успехи в учении. В этом году аттестаты о школьном образовании готовятся получить более 300 выпускников района. Ребята вступают во взрослую жизнь. Впереди экзамены и поступления. Однако то, что школа закончилась, до конца еще никто не осознает. Оценки в аттестате будут зависеть от экзаменов, конкретно русский и математика. Как сдам, такие оценки будут атаковать, но отлично. Наверное, еще осознание не пришло от того, что школа заканчивается. Я чувствую какую-то грусть на душе, то, что мы заканчиваем школу, и ребят, мы будем с ними реже видеться, но я уверена, что мы будем с ними видеться. Но на самом деле не надо грустить, не надо расстраиваться, потому что это новый этап в твоей жизни, ты уже взрослый, будет намного лучше, и мы еще вернемся сюда в гости. Это волнение вообще через край, даже слезы наворачиваются, все-таки последний звонок. Закончился этап в жизни какой-то. 34 выпускника Богучанской школы номер 2 услышали напутственные слова и поздравления. По традиции ребят поздравили самые маленькие ученики. И хорошие дети, ну где вы таких еще можете встретить? Все любят учиться и слушают маму, и кашу едят, не оставив ни грамма. Пожелать выпускникам удачи и отметить важность события прибыли представителей руководства не только района, но и края. Вот я сегодня ехал сюда, Богучан, и вспомнил, что ровно 40 лет назад я стоял так же, как вы. У меня был последний звонок в школе. И поверьте мне, я твердо знаю, что у вас все получится из-за мечты в будущем. В препятствии нужно много трудиться, верить в победу, слушать добрые мысли родителей. Последний школьный вальс, последний раз рядом с одноклассниками и учителями, которые стали родными. Этот час пролетел как одно мгновение. Выпускники с трудом сдерживали эмоции, родители волновались не меньше. Александр Бахтин радовался вместе со всеми не только как глава района, но и как отец выпускницы. Я сегодня очень рад, как отец я счастлив, конечно, что моя дочь заканчивает школу и вступает в новую жизнь, взрослую жизнь, так как и все сотни и тысячи наших ребят. Поэтому здорово, отлично, и несмотря на погоду, настроение обменное. Последний звонок в этот день прозвучал для выпускников Богучанской школы номер один. На торжественном событии побывали гости из краевого центра. Представители руководства края поздравили ребят с окончанием учебы. Я желаю выпускникам Богучанского района, не только поселка Богучан, но и всех выпускникам Богучанского района, чтобы их мечты сбывались, чтобы все у них получалось, чтобы рядом были верные друзья, чтобы они помнили о своих учителях и верили заветам родителей. И много-много трудились, и у них все получится. Очень приятно, когда вот эти ребята сегодня, они говорят, что прощай детство, все равно еще дети. Для педагогов и для родителей всегда будут детьми, но они уже становятся на взрослую стезю. И я хочу пожелать, пользуясь случаем, всем выпускникам Богучанского района, Красноярского края успехов, удачи и самореализации. Для выпускников этот день стал насыщенным и переполненным эмоциями. После традиционной линейки для ребят прошли последние уроки. Яркой финальной точкой последнего звонка стал флешмоб на улице. Анна Смирнова, Сергей Бегишев, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Богучаны». Пострелять из лука, полазить по канату, научиться искусству рукопашного боя и многое другое. В Богучанах прошел спортивный квест, в котором приняли участие школьники со всего района. Организаторы приготовили для ребят увлекательное путешествие по районному центру. Подробнее далее в сюжете выпуска. Участниками мероприятия стали богучанские школьники, а также школьники из четырех поселений района. Около 70 человек путешествовали по увлекательным площадкам спортивного квеста. Квест в переводе с английского – это приключенческая игра. Для поддержания здорового духа молодежи организаторы проводят ее уже второй год. В рамках краевой социальной акции «Здоровье молодежи. Богатство края» проводим такой спортивный квест, который призван или целью которого служит – это все-таки развитие и пропаганда здорового образа жизни среди наших старшеклассников и выпускников. Центр дополнительного образования детей дал возможность старшеклассникам поучаствовать в спортивных мероприятиях, а также пострелять из пневматического пистолета. Девчонки и мальчишки с интересом изучали оружие. Сейчас это у нас вторая площадка – это спортивный туризм. Сначала мы ползали по канатам, а сейчас стреляем из винтовок, из пистолетов, в мишени. Мне больше нравится стрелять, чем ползать. Да и каждой девочке будет интересно пострелять. Не менее интересной площадкой стал клуб лучников, ведь стрельба из лука с каждым годом увлекает все больше ребят. Каждая команда участников успела побывать на разных площадках, на одной из которых обучали техники самообороны. Ребята зарядились позитивом. Ближе к концу путешествия старшеклассники начинали делиться впечатлениями. Очень понравилось. Было весело. Особенно стрельба из лука. Городки были очень интересные. Борьба – это здорово, круто, интересно. Организаторы позаботились о призах. Центр социализации и досуга молодежи предоставил призовой фонд участникам квеста. По завершении спортивного путешествия каждая команда получила грамоты и награды. Анна Смирнова, Сергей Бегишев, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». В Центре социализации и досуга молодежи подвели итоги муниципального этапа краевого проекта «Территория-2020». Напомню, в Богучанском районе проект начал свою работу 18 мая. В течение трех дней участники школы обучались у краевых специалистов. Итогом стало создание и защита социальных проектов. Подробнее далее. Проектная школа на территории Богучанского района работает уже не первый год. В этот раз краевые специалисты побывали в селе Чунаяр и районном центре. Итоговый молодежный форум стал финальным мероприятием, на котором участники представили результаты обучения, свои социальные проекты. Основная цель наша – это выявить идеи молодых людей по изменению того состояния, территории, того, чего они хотят увидеть. За эти три дня они научились, во-первых, они узнали, что такое проект, и во-вторых, они научились видеть проектное основание и переводить его в проект, ставить правильные цели и задачи и достигать своих результатов. Сегодня будет ясно, какие проекты будут поддержаны в рамках муниципального этапа конкурса. В составе экспертной комиссии – представители руководства поселков и районного центра, а также предприниматели и краевые специалисты. Защита проектов началась строго по регламенту. Каждому участнику предоставили три минуты на доклад и чуть меньше – на обсуждения и ответы на заданные вопросы. Рассказать о своих родственниках-ветеранах могут немногие. Решением этой проблемы я вижу сбор информации и создание электронной карты на основе собранного материала. Школьники, студенты, молодые педагоги. Всего в проектной школе приняло участие более 70 человек, а на суд комиссии представлено 22 проекта. Среди участников жесткая конкуренция. Бюджет муниципального этапа – всего 120 тысяч рублей. Молодежь предлагала самые разные идеи. Наш проект называется «Русские узоры». Мы представляем наш костюм, и что к нашему костюму нужна обувь, которую мы не можем сами пошить. Мы просим на это деньги. Захотели сделать свою радиостанцию в «Богучанах», потому что большинство людей не могут получить вовремя информацию в какое-то нужное время. По словам краевых специалистов, участники приятно удивили своей активностью и оригинальностью идей. По итогам мероприятия финансовую поддержку получило 9 проектов. Анна Смирнова, Дмитрий Синяев, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны». И на этом у меня все. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин ПЕСНЯ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова